И всем привет! Сегодня я хотел показать обзор, как я делал китайскую недорогую бритву PAUS. А для чего, собственно, это всё нужно было? Данная бритва мне хватала бриться примерно 2 дня, так как она имеет очень маленькую ёмкость аккумулятора, порядка 600 мА. На третий же день обороты сильно начинали снижаться, и, собственно, бриться уже было не так приятно. На данный момент бритва уже переделана, собственно, мощность увеличилась примерно на 30%, то есть обороты винтов увеличились на 30%. А зарядки теперь хватает на 10 дней полных оборотов. Итак, чтобы разобрать бритву, нам нужно открутить вот этот винт, и с помощью отвертки отщелкнуть застёжки, на которых она держится по всему периметру. Давайте это сделаем. Но я это делаю уже легко, потому что я уже её вскрыл. Собственно, вот всё то, что мы видим уже в переделанном виде. Стояла вот эта схема заряда аккумуляторов с небольшим проводом. Довольно короткий провод, что бы мне позволяло бриться с розеткой. Вот они аккумуляторы. Я их отделал, уже измерил. Реально на них написано 600 мА, оно так и есть. То есть здесь 600 мА. Они здесь вот так вот были сделаны. И всё это дело было припаяно вот сюда. Это всё вытаскивается и ставится аккумулятор 18650. Но просто так аккумулятор припаять к мотору на самом деле нельзя, потому что он питается от 2,4 вольта. Пока постараюсь показать. Аккумуляторы 18650 имеют же напряжение 4 вольта. Поэтому нам нужно снизить 4 вольта хотя бы до 3 вольт. То есть 3 вольта это я считаю вполне нормальным для данного мотора. Он будет крутиться быстрее и бриться на самом деле приятнее даже, нежели на пониженных оборотах. Значит, для того, чтобы снизить напряжение и подавать на мотор в 3 вольта, необходимо последовательно в схему подключить резистор. Значит, как же рассчитать номинал сопротивления резистора? Делается это в принципе несложно. По закону Ома необходимо найти разность напряжения между аккумулятором и то напряжение, которое мы хотим подавать на мотор. То есть получается у аккумулятора 4 вольта, подаем мы 3 вольта, находим разность, получается 1 вольт. Также необходимо измерить ток потребления мотора. Делается это с помощью мультиметра. Так, давайте я покажу сейчас. Значит, к слову о мультиметрах. Перед тем, как измерить силу тока, нужно посмотреть, какое сопротивление у щупов. Потому что у дешевых щупов очень большое сопротивление щупов и, соответственно, данные силы тока будут искажаться. Вот полтора, это на самом деле многовато. Можно, конечно, посчитать силу тока и сделать поправку с помощью этого. Но это какие-то дополнительные расчеты и, соответственно, неохота лишний раз заморачиваться. Вот эти щупы для измерения силы тока не очень годятся. Поэтому я сейчас заказал новые из Китая. Но временно пока можно заменить вот такими проводками. Просто втыкаем. Сопротивление, конечно, тоже у них есть. Но оно уже существенно меньше, чем у щупов. Так, и давайте измерим силу тока. Так, вот, значит, я отпаял провод от мотора. Сейчас мы последовательно... Чтобы измерить силу тока, обязательно нужно подключать последовательно. Потому что если параллельно подключите, это будет короткое замыкание. Соответственно, включаем бритву. Выставляем на силу тока. Так, вот здесь я забыл. Надо так вот поставить. Включаем. И смотрим. Так, секундочку. Ну, вот ток потребления в районе 0,9, да, где-то. Ампера. 900 миллиампер, в общем. То есть, как округлить. Соответственно, рассчитываем сопротивление. Это 1 делим на 0,9. Получается, соответственно, где-то 1,1 Ом сопротивления. Соответственно, покажу сейчас. Вот оно сопротивление. Номинал у меня 1,1 Ом. Ссылка, где я купил сопротивление, будет в описании. Помимо сопротивления. Помимо сопротивления, очень важно рассчитать еще мощность резистора. Значит, погуглив, нашел формулу мощности. Это напряжение, умноженное на ток. Соответственно, напряжение у нас 4 вольта. Ток потребляемый 0,9. Соответственно, 4 умноженное 0,9 будет 3,6. Плюс в интернете все рекомендуют брать двойной запас прочности. То есть, получается, 3,6 умножить на 2, получается 7,2. Но я взял где-то, соответственно, 10 Вт. Вот здесь у меня написано. Я на всякий случай, конечно, побольше взял всяких. У меня здесь и на 5 Вт есть. Ну, всякого номинала разного. Ну, вообще, не рекомендую ставить маломощные резисторы, так как резистор сам будет нагреваться, и это будет плохо влиять на аккумулятор. Так как аккумуляторы 18650 не любят нагрев. В завершение темы с резисторами хотелось еще сказать. Чем больше мощность резистора, тем меньше он будет нагреваться. И еще один момент. Если вы не можете найти резистор с необходимым номиналом и мощностью, то теоретически можно собрать из нескольких резисторов тот номинал, который вам нужен. Как это сделать, вы можете погуглить. Это, в принципе, несложно. Так, еще хотелось бы показать про сам включатель. Так, вот схема. Как здесь был сделан включатель? Вот эти две клеймы, они замыкали вот эти клеммы. Я же взял просто паяльником провод и прямо в пластмассу впаял провода. Так, я припаял назад провод. Соответственно, показываю поближе, как сделан включатель. Проводки эти прямо в пластмассу. Паяльником я впаял. И они, соответственно, здесь замыкаются. Еще хотел сказать, что для того, чтобы вместился резистор на 10 Вт и аккумулятор, пришлось ножиком вырезать, соответственно, все вот эти пластмассовые выступы равные. Здесь, здесь, вот здесь. Соответственно, вот здесь были прямые выступы. Их тоже пришлось все срезать. И, соответственно, чтобы это все вмещалось. Так, я все сложил. Далее закрываем крышкой. Здесь вот специальные защелки. Их всего три штуки. Даже две, получается. Две здесь. Захлопываем. И абсолютно нормально держится. То есть, она не болтается. Далее, если нужно очень быстро заменить аккумулятор, открывается так же легко. Вот здесь через щель. Делаем. Меняем аккумулятор. Теперь, соответственно, не нужно ждать там всю ночь. Потому что у меня на предыдущей схеме аккумулятор заряжался где-то порядка 8 часов. Здесь одно движение заменил. У меня есть запасные аккумуляторы 18650. Быстрых заменил и все отлично. И греешься там 10 дней. Реально на 10 дней полных оборотов хватает. Что я считаю просто отлично. Еще немного хотел сказать про аккумуляторы 18650. Использовать желательно защищенные аккумуляторы. Если без защиты, то нужно самому контролировать разряд. Да, кстати, забыл показать сам холдер. Изначально 18650 был вставлен в такой-то холдер. Холдер здесь вот пружину пришлось подрезать. Потому что он уже... Самый защищенный аккумулятор уже не чуть больше. И, соответственно, влезали чуть похуже. Но в целом все нормально влезает. Для тех, у кого нету зарядки на 18650. На самом деле, дешевую бюджетную зарядку сделать очень легко. Можно купить плату зарядки. Припаять к холдеру. И будет, соответственно, полноценная зарядка. Она заряжает как защищенный, так и незащищенный. Все ссылки будут в описании. Продолжение следует... Что касаемо бритвы. Ну, бритвы я скажу, что, в принципе, бреет неплохо. Вполне нормально и приемлемо. За такие деньги, я считаю, это вполне хорошая бритва. А всем, кому было видео полезно, ставим лайки и подписываемся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»